И вот пробегая по улице контужного солдата, увидела из окна маленькой хатки, маленького домика женщину, которая спасла его в будущем. И он спросил её, где Донецк? В агонии, в пылу. И она поняла тогда, её комментарии тоже будут в сюжете, она поняла тогда, что русскому солдату, мальчику, этому молодому пацану совсем нужна помощь. И она его попросила зайти в дом, он не хотел, отбирался, боялся, потому что город и Волноваха, 8 лет были оккупированными до начала специальной военной операции украинскими нацистами, никто не знал, как там дела. И она его приютила в своём доме на чуть более недели, 10 дней, маленький домик. Женщина спрятала контужного русского солдата у себя, закрыла его там, он ей помог закрывать окна, потому что были они уж тогда побитые. Помогал что-то делать маленькое, отсыдула погоню, потому что танк его был подбит, друзья его погибли в этом бою неравном. А жинку укрыла женщина и 10 дней укрывала. Когда возле её домика стоял танк и стрелял, ещё тогда пытался по русским войскам, они укрывались вместе. А впоследствии ему дали героя, ей дали орден за то, что уберегла нашего солдата. И это прекрасный пример того, когда кто-то говорит о том, что, да куда вы идёте, нас там никто не ждёт. Ждут. Нас там ждут. Русские земли точно будут от украинской оккупации освобождены. Люди ждут нас там. И Россия поможет. Всем миром поможет. Россия всей страной восстановить эти регионы. Хочется много сказать вам, друзья. Вижу ваши комментарии. Я повторюсь ещё раз, я выложу в канал Камени в лайф, в свой канал этот сюжет. А прямо сейчас давайте двигаться дальше. У нас уже готов прекрасно наш эксперт, это полетолог.